Основные продукты, которые должны быть в каждом доме на Велик-день – пофрабованные яйки, творожная пасха и куличи. А почек – это специальный святочный хлеб. Рецепт в его приготовлении шмат. Звычайно, выкрасывается дрожжевое тесто с добавлением сметанкового масла, яек и сукру. На Терраховском хлебзаводе Добрского района Пожив Союза в этот день работа организована круглосуточно. Не отмываясь от традиционной продукции, основная увага великодным куличам – это часовая продукция, которая выработается всего 4 дней в году. А ведь за этот час можно отримать неадренный прибыток. Причем, когда у Сираду и Часвер первого отдаются куличам в упаковце, так и они лепш заховываются, то в пятницу и субботу повышенным попытом крыстается гарачая выпечка. На протягу суток только на этом заводе вырабляется около 4,5 тысяч куличов, вагает 300 до 600 граммов. Не оглядываясь на то, что кулинары повинны притремляться за твердженные рецептуры, место для творчества застается усеровано. Кексы пасхальные мы выпускаем разных видов, разного развеса, с изюмом, без изюма. Ну и вот стараемся вложить все творчество свое, чтобы кекс был вкусный. Сегодня великодные куличи выпекают практически на все державные и приватные хлебозаводы. Набыть их можно у любой харчовой краме. Правда, кошт довольно изначно одрознивается. 400-граммовый кулич можно набыть и за 1,5 рубля, и за 5. Алипродукция на полицах не затремливается. Тем больше, что домашней выпечкой занимаются далеко не все. Чем я была, 4 человека сюда сама делала. А теперь уже 77 годов, у меня уже силы нема, так я приду, на меня прошу купить. У Гомельском женочем монастыре свежие великодные куличи продаются за нескольких годин. Правда, сам процессы в творчестве для инших закрыты. Кажут, что под час выпечки читаются специальные молитвы, тут потребна особливая атмосфера. Непосредственно под час продажи у монастыре покупников обоисково пожидают здоровья и всего самого лучшего. И еще раз звернутся с молитвой до Бога. Светлица, любящих Бога, и знаменущих крестным знаменем, и веселье и глаголющих. Радуйся, причестные и жертвыящие крести Господень. Помогай мне со святой госпожой Девой Богородицей, со всеми святыми. Во веки. Аминь. Олег Синчеров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель».